Лабиринт Сейчас мы поговорим об одном из древнейших и известнейших символов о лабиринте. За моей спиной один из экспонатов нашей выставки «Знаки символа на пути» – это копия римской мозаики, которая изображает критский лабиринт. В центре его Тесей борется с Минотавром. Вообще лабиринт – это символ, который встречается во всех древних цивилизациях и в самых разных формах. Его находят и на глиняных табличках в Индии, в Греции, в Вавилоне. В Индии, например, он изображал Чакравьюхо – одно из боевых построений. Его находят в виде изображения на камнях, петруглифах, на русском севере, в Ирландии, в Англии, в замке Титангель, где, по легенде, родился король Артур. Его находят, и сегодня мы можем поехать с вами, например, на Соловки или на Кольский полуостров и увидеть загадочные каменные лабиринты, которые неизвестно кто, когда и зачем сложил. Мы можем увидеть сегодня лабиринты и в готических соборах в Шартре и в Амьене. Считалось, что в Средние века, если человек почему-то не мог совершить большое паломничество, то он мог приехать в готический собор и пройти на коленях подобный лабиринт, и это приравнивалось к паломничеству. Но, наверное, самые знаменитые лабиринты – это были гигантские сооружения. Такие историки, как Геродот и Плиний-старший, еще видели их своими глазами. Они описывают, например, знаменитый египетский лабиринт Караколу, который был частью комплекса фараона Аминьевхета III в Абидосе. Геродот пишет, что это было гигантское сооружение. Примерно 70 тысяч квадратных метров – это порядка 10-12 футбольных полей. Многоэтажное, в несколько ярусов, 3000 комнат. Некоторые из них были темные, некоторые из них освещены. И часть находилась под землей, и туда историка не пустили, потому что там находились древние гробницы египетских царей. Но самый знаменитый лабиринт, который своими глазами видел еще Геродот – это был лабиринт на острове Крит, часть критского дворца царя Минеса. По легенде, царь Минес заказал эту постройку легендарному строителю Дедалу. В центре этого лабиринта жил чудовищный Минотавр. И легенда нам рассказывает, что раз в 9 лет лучшие юноши и девушки из Афин отправлялись на съедение этому чудовищу. Минотавр изображался как получеловек-полубык, и он всегда жил в сердце тьмы, в сердце этого лабиринта. Но однажды царевич Тесинь, сын царя Игея, на самом деле сын бога Посейдона, отправляется на Крит, чтобы остановить эту чудовищную дань. Он хочет сразиться с Минотавром и убить его. И нашему герою помогает сама судьба и боги. Прекрасная царевна Ариадна влюбляется в него и дает ему несколько важных предметов, которые помогают ему победить Минотавра. Она дает ему светящийся в темноте прекрасный венец, дает ему клубок ниток, которые показывают путь к центру лабиринта и потом помогают герою выйти из лабиринта. Мы знаем такое понятие «нитериадный». И мы говорим «нитериадный», когда речь идет о выходе из трудной, запутанной ситуации. И третий предмет – это секира, это оружие героя, с помощью которого Тесей убивает Минотавра. Что же такое лабиринт? Что символизирует этот образ? Почему он такой важный? Почему он был такой почитаемый во всех цивилизациях? Часто мы считаем, что лабиринт – это запутанная ситуация. Попасть в лабиринт – это попасть в какую-то запутанную сложную ситуацию. Но лабиринт – это еще символ нашей жизни. Мы рождаемся, мы живем, и мы оказываемся в неком пространстве незнакомым для нас, запутанным. Мы не понимаем, почему происходят с нами те или иные события. Мы не понимаем, почему в нашей жизни возникают какие-то тупики. Мы не понимаем, что будет завтра. И это символизирует лабиринт. Мы часто похожи на испуганных юношей и девушек, которые оказываются в лабиринте, в темноте, дезориентированные. Они не понимают, куда идти, они не понимают, что с ними происходит. Они стараются спрятаться, найти какое-то себе уютное, тихое место. Но их все равно настигает Минотавр. Кто же мы в жизни? Кем мы хотим быть? Мы хотим быть испуганными юношами и девушками? Или мы все-таки хотим быть героем Тесея, который осознанно приходит в лабиринт для того, чтобы сразиться с Минотавром? У Тесея есть цель. Он понимает, куда движется. Он знает, что должен дойти до сердца лабиринта и сразить Минотавра. Это помогает ему двигаться осознанно. И в отличие от остальных героев, у него есть свет, у него есть нить, которая помогает ему идти, и у него есть оружие. Свет – это тоже один из важных символов. Мы говорим свет и темнота, когда мы хотим сказать о чем-то, что позволяет нам видеть, ясно понимать, знать. Тогда мы говорим свет. И мы говорим темнота, когда хотим подчеркнуть невежество, хаос, непонимание. Тесей вооружен светом. Это свет знания и понимания, который дает ему осознанность, куда он движется в этой жизни и в лабиринте. Нить Ириадны в одном из аспектов означает нашу память. Она позволяет нам помнить, куда и зачем мы идем. Это голос нашего сердца, который минуты растерянности, изобвения напоминает, кто мы такие, что мы делаем в этом мире. Она напоминает нам, что каждый из нас имеет природу героя. И, наконец, секира. Это очень важный символ, это оружие героя. Вы видите, у нее есть два лезвия. Это не случайно. Потому что с помощью одного лезвия герой побеждает чудовище. Как и любой герой, он должен побеждать чудовище. А второе лезвие позволяет ему одновременно побеждать чудовище в самом себе. Ведь мы можем только тогда победить чудовище, когда побеждаем что-то в самом себе. Кси идет к центру лабиринта. Достичь центра лабиринта – это значит познать самого себя. Узнать, кто ты такой. Что тебе предназначено. Кто ты в этой жизни. Минотавр же – это символ слепой, неразумной, хаотичной материи. Минотавр – это наши инстинкты. Это наши страхи и сомнения. Наша неуверенность в себе. Это чудовище повседневности и рутины, которое каждый раз съедает нас, когда мы останавливаемся в лабиринте, когда мы теряем свои мечты, когда мы становимся жертвами своих страхов, жертвами иллюзий. Когда мы не хотим больше искать смысл жизни или нас слишком привлекает комфорт. Нас съедает минотавр. Пройти лабиринт до конца – это значит измениться. Это значит получить новый опыт, обогатиться, открыть себе новые возможности, столкнуться с разными жизненными испытаниями, которые позволят тебе узнать, кто ты такой на самом деле. В лабиринте имеет значение не только цель, а и путь, который мы проходим. Герой становится героем, когда он проходит и даже когда он отваживается на подобное путешествие.